Чтобы в этой жизни вы не делали, вы подыхаете, вы все подыхаете, подохните, ты трупы, ты трупы, ты, все вы трупы. Какое DLC, чуваки, ну, меньше 100 человек уже серии смотрят от ВДСа, потому что, ну, утомил он, видно, зрителя, да, что ж там, он уже и меня порядком утомил. Я представляю, как бы GTA всех задолбал, если бы я его записывать стал, это ж, ну, многие, некоторые, вернее, пишут, что давай GTA, давай GTA, блин, чуваки, нахрена кому... Это что такое? Эй, гражданин. А, это тот самый сучий моб. GTA, блин, знаете, так оно сделано сейчас странно, что уже в первой же миссии после начала игры нужно убить 20 человек и забрать в них мотоцикл. И, блядь, это настолько неинтересно, что охереть можно просто. Раньше GTA хотя бы в начале было, было хоть, хоть какие-то имела, знаете, такие юмористические атмосферные миссии, типа там... За 50 долларов съездить там, отвезти кого-то там, телефон где-то взять, еще что-то. А тут сразу на тебе, ниггер, ствол, иди ебашься с бандой латиносов. И, блин, это настолько, мне кажется, глупый ход. Не знаю, что там будет дальше, но начало уже, блин, не в пользу. Не в пользу пятерки. Поэтому я и не люблю игры с открытым миром, тем более летсплеить их. В любой игре нормально, чувствую, что ты движешься вперед. Но в играх с открытым миром ты как будто всегда топчешься на месте, потому что одна и та же локация, один и тот же город. И ни хрена там не меняется. Блядь, да к ней вообще невозможно, походу, сзади подойти. Не пристроишься, ебать. Сзади каким-то хреном она меня отравить умудрилась. Странная женщина. Лохмотья. Камень магии. Ага, камень магии. Камень магии штука хорошая, если хочешь магическую пушку. Но я под конец игры вообще помню, когда играл, заточил оружие на тьму, и тьма начала долбосить нормально. Уязвимость факел. А, ну это наебка на самом деле, здесь он говорит, что нельзя свет зажигать. Но я думаю, что я попробую, ведь это стоят обычные могильщики. Ну, нападут они, и что? Чё, я не справлюсь с четырьмя бичами. Главное, чтобы, если накинется сам Акдейн, его, видимо, нельзя будет призвать в битву с Вильстадом, но хрен бы с ним. Главное, у него стрел купить себе в прок, он стрелы продаёт нормальные. Не знаю, как болты арбалетные. Вообще, много текста, он много говорит. Учить жест у него можно. Жест сжалься. Отличный у него жест. Жест вообще... Жест такой, знаете, саной тряпки. Так, а купить... Что ты продаёшь? Кольцо наносит ответный удар после получения урона. Я не знаю, какой албанец это дерьмо переводил, но... Я даже хер узнаю, какие свойства у этого оружия. Где-то написано усиливает ответный выпад. Здесь ответный удар. Чего? Что это? Хер просыш. Вот, болт тьмы. Давай на все гулять так гулять. А то вдруг ты сдохнешь сейчас. И мы больше не свидимся. 341. Ну, давайте узнаем, что будет, если зажечь здесь немножко света. Ой, блядь, и сам Акдейн на меня и напал. Меч у него неплохой, неплохой. Придётся его... Угрохать всё-таки. Кхм. Да. Ой, а живучий-то он какой. С Вильстадом он так за меня не боролся. Я ему что-то урона вообще почти не накидываю. Надо бэкстабнуть его, что ли. К нему и тоже хер пристроишься. Ха-ха, глупый человек. Ха-ха, ты сдох, чувак. Килл так Дэйна. Ну, килл-то-то шотландская юбочка. Так, где он здесь? Возможно, это по ноже. Килл так Дэйна. Да, так и есть. Этот килл носил Акдейн из клепа нежити. Жизнь это страдание. Некоторые называют это кармой. Смерть постигает всех. Но кто прекратит... Но прекратит ли смерть страдания? Вот, я наделал килл так Дэйна, и ничего не изменилось. Странно. Ну, в смысле, ноги-то изменились. Встали в каких-то сандальках. Почему, интересно, с него именно килл-то падает? Серпость черного сервера. И почему сейчас труп не исчез вот этот? Почему он лежит? Смотри, все остальные трупы-то исчезли. А этот остался. А, ну, Акдейн, насколько я знаю, никуда не пропадает, никуда не денется. Сейчас тут его привидение должно стоять, по-моему. А может и нет. Нет тут никакой призрачной стены. Но куча народа пыталась убить Акдейна. За что и поплатилась своей задницей. Да, парень, он резкий, конечно. Еще и полмеча я об него сломал, а душу за него вообще почти не дали. Вот пот. Так, а еще у меня кольцо на... Кольцо на... Надо на что-то поменять, на... На кольцо тьмы, мне кажется, здесь тьмой атакуют. Ну, может и нет. А еще здесь можно было факел принести и что-то зажечь. Ну-ка, ну-ка. Один хрен у меня этих бабочек. На миллион прохождений теперь. Ага, и со светом тут становится. Кто бы мог подумать. Лучше видно, лучше видно то, что здесь есть какая-то... Ай, блядь такая. Кто это делает? Душа, фим-ям, что-то еще. Надо было тогда от молнии, наверное, кольцо одеть. Ну, конечно. Гениально. А, непонятно, кто... Ой, блядь. Откуда ты взялся здесь? Падай, падай, нахуй. Или ты, или я. Пошел вон. Нет, это какой-то слабак был. Но он был с факелом. Любителям сундуков, походу, он здесь по горбам-то надавал, судя по пятнам. Разбитое око. Огненное семя. Ну и нахер мне разбитое око. Неисповедимы пути лута в этой игре, блядь. Так, я так понимаю, что мне в тумане, наверное. Тумань. Упс, наверное, не надо было бить в колокол, да? У-у-у-у-у-у. Блядь, и долго он звонит. Интересно. Кольцо мага. Здесь просто супер-место для фарма, я так понимаю. Можешь, блядь, камни расхерачить и пройти, а? Так, чтобы не разбивать. Да. Надгробие пока расколотишь. Не в шагусь дракона. Здесь нашлась лестница какая-то. Ух ты. Главное, когда по лестнице он лезет и прячет факел в своей заднице, он его не гасит. Я пошла отсюда. А-а-а. Мерцающий титанец, засушенные пальцы, уголь вражды, да. Видали мы луты получше, конечно. Широкое кольцо связи. Вот, видимо, что сейчас надо одеть. Чтобы пушки хоть не так ломались. То, что ломается сейчас оружие, а бы эти камни просто феноменально. Блядь, мне надоело тут эти камни расставлять, мне интересно. Всё, тяжёлый меч молнии своё отработал. Жаль, у меня из приличных пушек только вот это осталось. Опять задел колокольчик. Да-да-да, всё, надо валить нахер. Опять этот узурпатор. Сука, неугомонный хрен, а. Хорошо, что я надел свой маленький мечик и могу его отлупасить просто вообще. Это ещё там чё? Не-не-не, пошёл ты нахер, фитачок. Редкостный говнюк, надо сказать, этот безымянный узурпатор. Фантом-то говно, но момент для нападения выбирает он грамотно. Интересно, у нас в привидении какой-нибудь лут бывает. Блядь, нихуя на сколько жизней протыкает. И тут, наверное, самое тупое место, вот где стоят два этих урода, блядь. Ай, сука, чё с ними делать-то, блядь, с моей-то пушкой. О, у меня чё есть, урна порча. Взрывается, наносит урон тьмой. Чё мне её на свадьбу беречь? Ух, сколько дамага, блядь. Попробуем урну молний. Ай, хорошо. Да. Попробовать ножами, что ли, отравить их. Вот это, кстати, возможно. Всё, пошли, 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 началось. Ну, думаю, вы заметили, да, что он не травится, нихера. Ну, нахер мне тогда вообще эти ножи нужны. Эх, пошли вы, дурачё, нахер мне с вами драться. Они убиваются долго, с них падают эти щиты дебильные. А у меня нету моего нормального меча. Так что, надо смело идти дальше. Косточка возвращай. Чё? А? Где-то тут костёр недалеко. Я чую, что где-то здесь есть костёр. Мне кажется, что эти бичи должны в колокола звонить, нет? Пока звон молчит, ходить тут можно. Вот он, мне кажется, хотел в колокольчик тут назвенеть. Хитрой жопой. Блять. Палец опрезрения. Нахер палец опрезрения пусть идёт. И чё это? А-а-а. Так где-то там точно был костёр, сука, я помню. Или не там. А вот тут. Чё-то лута прям лежит, прям вот много. Человеческие фигурки. Да, вон он, костёр. Да, ну, в общем, скреп нежити не очень интересная локация. Её можно пройти, в принципе, очень быстро, если знать просто, что в чём тут суть замеса и куда тебе надо в итоге попасть. Лох косой. Всё-таки, может быть, мой этот огненный мечик и не так хорош, как этот двуручный дрен, но всё-таки хочу заметить, что для такой поздней игры, для такой дальней локации он всё ещё способен кого-то убивать. Значит, меч отличный. Это чё такое? Да. Мне кажется, что камней здесь стало намного больше, чем когда-то было. Их вот прям вот дохерат. Теперь надо рашнуть туда, дальше к этим... к памятникам. Ещё надо... выбрать, какое кольцо для боя с Вильстадом, чем там он атакует. А может быть, кольцо на... опять выбрать на количество душ. Приборзеть так маленько. Вот в первый раз, конечно, здесь было тяжко, когда не знаешь, что здесь стоит этот пиздюк. Звонит в этот самый колокольчик. Ну, а потом ещё один идёт звонить, охереть. Но потом, кстати, здесь место такое, где фармить классно их. Оставляешь этого в живых, он там звонит, не переставая. Но появляется привидение. Да ты посмотри, какое, блядь, уёбище, а! Откуда, сука, ты вылез-то здесь? Ёб твою мать! Какая тень! На, пиздец! Вылезли. С этих, кстати, падает меч неплохой для тех, кто качает веру или что-то там. Блядь. Какой дурак будет ставить огненный фонтан себе под жопу, блин? Чтоб чего? Чего? Волшебный щит. Синее пламя, по-моему, называется меч. Сколько с них всего нападало, охереть. Чё за волшебный щит? Это это, что ли? Да, лютая. Лютая штука, просто огонь. А почему я ношу перчатки, которые тяжелее и хуже, чем мои? А, они больше дают от всяких фигни и защиты. Интересно. Ну, это вообще бред. Так, ладно. А, где мой арбалет? Где моя верная берданка? А чё ты у меня веса так мало? А, я же, блин, меч снял. Сука. Да-да-да. Ой, драконий всадник стоит на охране теперь. Ни хера себе. Вот это, я понимаю, королевская охрана. Да, был убит в перестрелке. Хорошо, если я надеваю свой... Ой, блин, я же забыл эту... Выпустить эту манду, которая там... Это пошла она в жопу. Потом когда-нибудь вернусь. Да, блин, ну почему? А, почему все... А, из-за арбалета. Так, ну и как бы так с ними? Раньше-то тут просто было много рыцарей. И Агдейн призывался. Как бы мне их теперь так обмануть, чтобы... Выманить сначала их, потом всадника долбанного. О, а я его отравлю. Хе. В натуре отравил. Крепенький. Я думал, может слабенький стоит, как... Где, когда их двое было, черный был. Да, блядь. Биться с тобой сплошное удовольствие. Опять бег сработал только через полчаса, после того, как я нажал на него. От этого босса так просто еще никто не убегал. Пошел нахер. То есть теперь перед боем с королем Венриком будет стоять всегда и вот это говно, да, на дороге. Куда это ты? В горбатую спину, сука. Ну... Сука. Ты когда что сдохнешь-то? Он цеплялся за жизнь до последнего. Да, кстати, душ за него дали так-то прилично, по-моему. Интересно, а снимать щит вы планируете вообще? То есть без щита-то? Что за херня-то? Где дамаг-то, блядь? Они же раскрыты. Да-да-да-да, ща, я понял. Я тебя понял. Бэмс, бэмс, пошел нахер. А, да, Вильстад. Сука, злой. Конечно, босс, если не знает, что делать, в первый раз убивать его было очень-очень... Сундучки появились. Раньше не было. Еще и так много, нихера себе. Дать приданное королю в загробный мир. Первый раз я в бою с Вильстадом чуть-чуть его не добил. И следующие, блядь, 20 попыток я был крайне далек от этого успеха. Это один из тех моментов, которые либо ты можешь пройти сразу, либо потом будешь пытаться пройти его очень долго. Так бывает. Так, какой тут у меня щит-то мой любимый Дранглика. Этот 5 весит, этот 6 весит. А Дранглика в пролете. Ну, что тут наложили? Ароматная ветвь. Понятно. Камень Фороса, да? Давай. Два даже, наверное. Факел. Четыре. Может быть, Вильстад боится света? Уязвимость молния. Какое чудо, что у меня меч на молнию. Это после первого ДС-ки все знают, что на молнию уязвимость почти у всех, блин. Не знаю, как они так первую часть делали. Что копье на молнию просто рвет жопу. Отравленный метательный нож. Это, видимо, тоже для Вильстада. Видимо, они решили помочь в его убийстве и наложили здесь всяких ништяков. Камень темной ночи. По-моему, раньше просто камень тьмы назывался, нет? Так, 27 тысяч душ на кону. Что поделать? Надеюсь. Надеюсь сдюжить с первого раза, потому что, сука... До введения дымного рыцаря и серо-алона, наверное, Вильстад был самым таким грозным, человекоподобным врагом. Не считая защитника трона и этих двоих, которые сильны тем, что вдвоем. А это такой сольный герой, который первый владеет выпадами и прочей фигнёй. Очень-очень-очень здоровая падла. И выпады ещё и сносят весь щит нахрен. И очень далеко достает. Я знаю только одно средство борьбы с этим уродом. Провоцировать его на позвонить. В смысле, не на мобильник, нет. В смысле, позвонить в колокольчик свой ссанный. Вильстадовский. Блядь, ну как он попал-то сейчас, ёб твою мать. Ты будешь звонить, нет? Пиздец полный. Ах, какой ты мудак. Да, щит тут, конечно, просто спасает. Щит спасает мои щи. Видимо, ему надо снести здоровье, чтобы он звонить начал. Блядь, да ну хоть по пальцам бы попал, ёб твою мить. Вот, с прыжком. 830 сразу. Ага, вот это началось. И, сука, стал он просто мега бронированный, блядь. Да, 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 да. Ты будешь звонить, блядь? Заебал нахуй так делать. Иди нахуй уже, ёб твою мать. Да, да, да. Вот это вообще классно. Классный удар, блядь, с трёх километров. А можешь не звонить, пошёл нахуй. Я тебе так отпидурю сейчас. Блядь. И он выучил новое движение тут же, заметили, да? Вот это вот, с плеча. А вот теперь, а вот теперь звонок другу. Королевский защитник. Там, блядь, такой король, который нахуй в защите не нуждается. Он сам кому хочешь, блядь, жопу надерёт. Защитник, блядь, хуев. Блядь, ёб твою мать. На волосинке. Мы оба висим на волоске, господи. Нахуй. Фаталити, блядь. Да почему ты не сдох? Почему ты не сдох? Фу, блядь, ну нахуй. Кстати, а где шлем Вильстада падает? Там что, глаза засветились вдалеке? Нет, это факел. Жаль, я бы сделал, что оттуда врывается моб и бежит в вашу сторону. Шлем Вильстада, наверное... А, ну да, сет Вильстада надо купить. Шлем Вильстада повышает физическую атаку по легендам и слухам, что я проверял и ни хера я такого подобного не заметил, но это ладно. Сейчас, наверное, начинается такой самый, наверное, грустный момент во всей второй части. Во всяком случае, меня он впечатлил. То есть мы входим в надгробие, в гробницу короля Венрика. Я тут очень долго бился тогда в этом скрепе, потом очень долго убивал этого стражника Вильстада, который непонятно что тут делать в этой комнате. Вот он, собственно, Грабачевский. Вот представьте, что... Вспоминайте, да, как в первый раз сюда входишь и видишь, что там ходит огромное тело с мечом. Да-да-да, удар в спину. Фу, таким быть. Я думал, что это... Что он будет охранять, вообще-то, свои монатки. Но он просто обезумел и ходит теперь старый бессмертный в лохмотьях здесь со своим огромным дрыном. По-моему, он, кстати, больше... Больше росту стал, прибавил. Вырос, наверное, после смерти, я не знаю, но он вышевелит стадо теперь, по-моему, ходит. Логично было бы, что он нападает после того, как забираешь кольцо, но нет. Нападет он гораздо позже. И здесь снова к нам телепортировалась эта служанка, которая зеленый вестник. Опять толкнуть порцию очередного, невонятного, бреда. На восток. Пройдешь по этим землям, не зная истинной причины. Истинной причины, сука, чего? Ах, как можно, блин, такие тексты писать? Господи, вообще смысла, блядь, ни копейки не вложено. Ну и на восток, это, по-моему, туда, где я убил скорпиона, по-моему, да? На тот восток, кажется. Как будто у меня тут компас в жопу встроенный в игре. Это, блин, на восток. Где тут север? Надо найти дерево, посмотреть, с какой стороны мох. Видишь, пригодится эта информация. Вот раз в жизни. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да. И сколько мне там еще надо селенки-то копить, чтоб... 40... Блядь, еще дохера, а! Дерьмовая дерьмона. Так, где тут эта скорпионша-то? После нашки, да? После нашки, ебанашки. Вот здесь... Нет, после нашки двери фороса. Я что-то гоню. А где... Где в лесу, в болоте была дверь? Может здесь? Блин. Черт, надо вспоминать, надо вспоминать. Там был момент, где там стоял бегемот. Да, по-моему, здесь, где еще? Кольцо требует спереди, да, верняк. Здесь бегемот долбаный не заспаунился. Да, еб твою медь. Да чтоб ты сдох. Не, нахер, я не буду с ним драться. Вот. Да-да-да. Блядь. Я-то с ним не буду, а вот он со мной с удовольствием. Жирный кусок дерьма. Ай, ну тебя тут не хватало теперь. Слышь, за мной там гонится чувачок посерьезнее. Я бы на этом месте тоже отсюда сдриснул. А мне символ короля. Открывай, пока бегемот не догнал. Паршивое это говно. А что я снял за кольцо? Какое кольцо у меня здесь было? А, на душ, наверное. Хер его знает. Цитадель Алди. Да, ну тут не цитадель, скорее, какой-то загородный домик уже. Душа окаменевшая кость и дракон начинают валяться просто под ногами. Эти чумные собаки могут убить, причем очень резко, превратив в камень. Опасные зверюги на самом деле. И здесь еще какой-то сундук стоит. О! 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 А-та-та! А-та-та! Причем он может схватить, даже после превращения в мимика, по-моему, он может проглотить, пожевать. Уродливый череп, темная маска. Уродливый череп это оружие, причем еще, да? Так, темная маска, это из комплекта берсеркера. Смотрится она обалденно, но по сути кусок дерьма. Ничего не дает хорошего, но смотрится обалденно. Да, жаль, жаль, что такие параметры достались такому большой королевский меч. А, ну да. Так, уродливый череп, что это такое? Уродливый череп. И что это за херня? А, это череп дракона, что ли? Блять, дубина. Ёп твою мать. Эх! А, я что-то в этой цитадели такое похожее находил, но точно не уродливый череп. 35 сил требует, скейлов не имеет, 12 весит. Прочность всего 20. Ёп твою мать, ну и кому нужно такое оружие? Для чего оно? Для пвп ясная херня. Но кто в пвп ебашится с огромной дубиной? Тот, конечно, молодец и энтузиаст, но он, скорее всего, ни хрена не выигрывает. Хотя, нет, можно попасть. Тем более, что с таким бонусом от кровотечения. Может быть. Может быть, что-то и выгорит. Огненное семя. Шедевр. Шедевр лута. Думаю, что, ну, дальше с цитаделью мы пойдем в следующей серии. Так, что-нибудь нажмите, что-нибудь напишите. Печаль впереди. Здесь печаль впереди. Здесь бы стояла Лукатиэль, если бы я ее встретил столько раз, сколько должен был встретить. Но я ее, по-моему, у гниющего просрал. Она где-то там внизу в пище. А, нет, я ее там вроде увидел. Ну, хуй знает. Где-то я ее провафлил. Значит, что она теперь на меня нападет в ближайшее время и вроде как сдохнет. Ну, судьба такая. Ладно, адьё. Продолжение следует.